Добрый день, с нами Светлана Эдуардовна Дверинович, тренер и руководитель коллектива «Латинский квартал». Светлана, расскажите, пожалуйста, о вашей танцевальной карьере, то есть где вы начинали танцевать? Я начинала танцевать у тренера Елены Кузнецовой. И это было совершенно замечательное время, когда нас учили любить танцевать, любить танцы. А потом я перешла к Татьяне Васильевне и Валентиновичу Растрогину, и там встретила Сережу Дуванова, и с тех пор вот с ним в паре. В каком году это было? Можете вспомнить? Сколько лет уже вместе? По-моему, в 89-м. Мы больше 20 лет вместе. То есть уже больше 20 лет совместной творческой и продуктивной деятельности. А что вы думаете о профессиональном танцевальном спорте в России? Насколько сейчас высок его уровень? На самом деле я недавно, да, я на самом деле недавно судила чемпионат России по латине. Меня поразил уровень совершенно фантастический, высочайший. У каждой пары есть свое лицо, они дают стиль, сдают моду. Я считаю, что это один из самых высоких уровней в мире. А в чем, на ваш взгляд, разница? Насколько она существенна между любительским танцеванием и профессиональным? На самом деле профессиональное танцевание же переходит, когда уже есть какой-то опыт любительский. И, безусловно, это сказывается. Видно более обдуманные движения, более обдуманный подход ко всему, к имиджу, к тому, что делать, к программе, к музыке. Более все серьезно, более точно, внимание к деталям, я могу сказать так. Это профессиональный танец. А на сегодняшний день, насколько мне известно, достаточно заявить о том, что ты хочешь перейти в профессионалы. На ваш взгляд, необходимы ли какие-то, может быть, экзамены, чтобы был какой-то определенный уровень? Нет, на данный момент я не вижу в этом смысла. Дело в том, что слабые пары, они отпадают просто автоматически в виде отбора. А вы в каком возрасте перешли в категорию профессионала? Мне было 18 лет, а Сережа старше меня. И когда мы стали в пару, мы пробовались и начали делать программы. И когда я узнала, что он профессионал, для меня был шок, потому что я еще не успела потанцировать среди любителей. Но потом мне оказалось, что это очень хорошо, потому что я была самым молодым профессионалом. И, в общем-то, в профессионалах довольно успешно и длительно, да, что немаловажно развивалась ваша карьера, да? Да, да. Так что удачно было. Спасибо большое. Что вы можете сказать об организации сегодняшнего турнира, о его организаторах, может быть, какие-то им пожелания? Ну, пожелания... Трудно сказать, потому что турнир уже сам по себе классный, очень красивый. Зал потрясающе красиво оформлен, очень хорошая ведущая музыка. А Настя и Дима – организаторы просто большие молодцы, они делают все профессионально на 100%. Ну, вы же, в свою очередь, тоже являетесь организатором не менее крупного турнира. Может быть, что-то хотели бы рассказать о своем турнире? Что отличает его атмосферу, может быть? Ну, мы стараемся сделать, каждый старается сделать турнир по-другому. Другой дизайн, другая основная точка, что ли, турнира. Поэтому даже трудно сравнивать или трудно рассказывать. Каждый турнир, проходящий здесь, крупный, он очень сильно отличается. И по составу, и по составу, и судейскому, и танцорскому. И потому, как организаторы подходят к своему творчеству. Но, на самом деле, вот несколько турниров, они просто настолько классные. Русский клуб наш, я считаю. Дима с Настей делают турнир. Ну, трудно даже все перечислить. Мне реально нравится этот турнир. Он просто другой. Хорошо, спасибо большое за ваши ответы. Мы желаем вам творческих успехов. И успехов на сегодняшних соревнованиях, как судья. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok